Итак, всем привет! Долгожданное продолжение постройки модели танка КВ-5, модели с бумаги из серии World of Paper Tanks. Прошу прощения, что долго не снимал видео, новогодние праздники, много работы и также занимался в основном дебельшлюпкой. Итак, как видите, я уже приклеил ходовую часть танка, чуть-чуть собрал заднюю часть, теперь немного об этом расскажу, какие я допустил, в чем ошибки. Я изначально приклеил две боковины с катками, потом через них сверху приклеивал ленту гусеницы и потом уже приклеивал надлозрачную полку. В чем я допустил ошибку, мне изначально надо было приклеить гусеницу к каткам и кстати, когда будете приклеивать, обратите внимание, что наружная часть и внутренняя, они отличаются. Вот здесь есть такой рисунок грунтозацепов, а здесь его нет. Просто каждая гусеница состоит из двух частей, смотрите, не сделайте ошибку. Потом возможно, что будет проще, приклеить вначале надлозрачную полку и только потом уже приклеить саму гусеницу с ходовой частью, потому что здесь площадь соприкосновения довольно большая, удобно будет держаться и также удобнее будет клеить сами гусеницы, сами полки, так как у них площадь соприкосновения как раз маленькая. Также у надгусечной полки есть такие рыбой жесткости, такие треугольнички. Их производитель представляет сделать двух вариантов. Цандартный вариант просто вырезаете треугольник, приклеиваете, а в более сложном варианте можно здесь вырезать небольшой тоже будет треугольничек, это больше оживит модель танка. Также приклеил ящички, тут крышки и выхлопные патрубки. Когда приклеиваю, как видите, у меня здесь она слегка проседает, возможно это можно было избежать наклеивать сверху здесь какой-то кусочек плотной бумаги и уже поверх клеить заднюю обшивку. Это такой вот как по мне минусная поработка самой модели. Также подготовил склеил такие вот ящички, он состоит из трех деталей, сам корпус ящичка и там есть такие два уголочка. Клеится все довольно простенько, два одинаковых левый правый и только вот побольше. Сейчас я их приклею и буду рассказывать, показывать, что дальше делать, что я делал, как что клеил. Сейчас у данного производителя есть еще одна модель танка новая. Ее постараюсь тоже достать и опять же показывать сборку себе на канале. Заодно и прикуплю картон толщиной 0,5 миллиметров. С подкраской троцов, троцов у этой модели чуть попроще, чем с E50, просто можно использовать обычную черную краску. Только единственное, что не рекомендую использовать маркер, даже черный, хотя он на цвет черный, но со временем он слегка выцветает и даст такой фиолетовый оттенок. В принципе, если аккуратно делать торцы, то будут в плане сносной модели, тем более, если это ваша первая модель. И так, как видите, приклеил детальки. Также на носовой части есть здесь отдельный клеил с уголок, он так добавляет антураж. Склеил одну из башенок, она наподобие то, что у нас на главной башне, но она чуть-чуть повыше. Клеится довольно легко, по аналогии с этой башней, как видите, вышло намного аккуратнее. Та же склеил такую вот смотровую башенку, напоминает такого монстрика из одной игры на Денди, почему-то так вспомнил с детства. Такие вот как бы зубки, но такое. Собирается все довольно легко, главное не спешить. Перед приклейкой подобных деталей советую ее примерить, посмотреть, будет ли видно место, куда будем приклеивать. У меня там чуть-чуть видно, хотя на готовой модели то будет незаметно, но сейчас вам покажу, как можно от этого избежать. Просто взять краску черную и аккуратненько пройтись здесь по кругу. А если слегка зайдете за читание круг, это в принципе ничего такого страшного в этом нету. Так как это танк, везде была пыль. И так далее. Примерно так вот. Пока краска высыхает, расскажу про маску орудия. Она состоит из трех деталей, основная маска и две боковины. Когда их вырезаете, можно напишите карандашиком какая-то номер деталей и левая и правая сторона. Если это не сделаете, просто надо будет примерять. Здесь тоже есть очертания. Краска сделана. Детали они не симметричные. Действительно друг друга. Но такие дают довольно жесткость. Такая вот деталь клеится сверху. Я ее с обратной стороны, где возможно будет видно, покрасив черный цвет. И теперь ствол орудия. Сейчас ствол получился получше, чем с E50. Также здесь закрасил черной краской. Его начал клеить отсюда. И постепенно прижимая, проклеивав всю часть. А потом прокатал на начале на спикачке. Также я использовал как основу, потому что по диаметру она очень похожа. И дальше просто повозил по столу, ее так вращая. И как видите, получился довольно такой приличный ствол. Красивый, веро ровный. Итак, здесь у нас краска уже высохла. Можно приклеить башенку. Если тема бумажных танков интересна. У меня есть начатый танк КВ-2. В большем масштабе. Там, в принципе, корпус клеен. Но он больше детализирован. Если интересно, напишите в комментариях. Это тоже сборка этого танка. Буду показывать у себя на канале. Тут танк интересен тем, что, во-первых, он существовал. Воевал. Он, правда, идет в зимнем камуфляже. И он трофейный, то есть с немецкими крестами. Но там, что еще интересно. Я использовал, докупал траки. Потому что каждый тракт из журнальных предлагается около пяти деталей. Их вырезать аккуратно. Все сформировать, собрать. Подкрасить торцы. И так примерно девяносто шесть раз на одну сторону. Довольно такое нудное занятие. И я докупил траки с озерной резкой. То есть с кротона. Там, в основном, все вырезано. Только обрезать перемычки. И склеить. Так, как видите, Саркачуч есть. Завалено. Здесь завалено. Потому что здесь тоже проседает бумага. Теперь можно примерить башенку. Такого довольно здоровый танк. Да, кстати, по башне здесь еще такие есть накладки. Они не особо видны. Но так добавляют объема. Их клеить не обязательно. Это есть пропечатанная. Но, опять же, есть левая и правая деталька. На правой есть часть камуфляжа. А левая полностью серая. А также проклеил смотровые приборы. Тут ничего сложного нет. Теперь сейчас приклеим маску уродия. У нее есть верхняя часть и нижняя. На верхней части здесь отмечен такой черный квадрат. А нижняя имеет такой вот выступ. В принципе, не перепутайте. Опять же, примеряем. Здесь тоже чуть-чуть прокрашу черной краской. Так как здесь довольно видимая часть танка. Ну ли это все? Ну ли это словно? Спасибо большое. Мы сделали. также скоро на канале планируется несколько уже более таких серьезных моделей это модель пластикового танка и в рамках групп билда на форуме Best Models я буду собирать корабль из бумаги двухсотом масштабе юкикадзе японский корабль там будет конечно намного сложнее чем эти бумажные танки намного сложнее чем даже корабль который собирал из дерева все-таки корабль будет очень красивым довольно большим порядка 60 сантиметров так наносим клей так здесь надо попредхожать я там клею высохнуть и уже продолжу видео итак клей высохнул теперь приклеим к приклею козырек и примерим ствол как видите ствол с одной стороны здесь как раз напечатана цифра 34 и выделена серым цветом то есть эта часть у нас идет в башню в маску вроде а это уже будет видимая часть и как видите опять же то что было с танком Е50 как помню это недоработка ну может ошибка потому что вот если так приклеить у нас еще есть чуть-чуть вот так есть упереть порядка пяти миллиметров ствол не доходит до конца если довести до конца так леет проще потому что есть упор так же можно сделать и сопереть поверхностью к наклона башни у нас получится примерно такой вот а так как видите он сильно гуляет поставим башню в клейми ствол такого довольно такой здоровый танк получается я пока ствол приклеивать не буду чтоб ненуроком его дальше не повредить на этом данное видео буду заканчивать тут осталось по мелочевке постараюсь в ближайшие пару дней два-три дня снять новый ролик уже финальный здесь добавим металлические детали поручни и прочее и на этом будем заканчивать всем спасибо за посмотрит данного видео ролика ставьте комментарии подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем спасибо и всем пока